Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. 14 декабря 2021 года оборвалась жизнь замечательного шашиста, ветерана русских шашек Валерия Евгеньевича Сафронова. Он прожил долгую земную жизнь, скончался на 1976 году. Мир его праху. Друзья, я верю, что Валерий Евгеньевич попал в рай. То есть, Господь Бог посылает нашу душу либо в рай, либо в ад. Я общался с Валерием Евгеньевичем, был с ним лично знаком. И, друзья, я видел, что его душа стремится именно к добру. Я знаю, что он работал кочегаром в молодости, пекарем. В конце жизни несколько лет проработал сотрудником Центра социальной защиты. Также всю жизнь занимался с детьми шашками. То есть, прививал им любовь к искусству, к шашечным красотам. Это, конечно, достойно уважения. Я его очень уважаю. И, друзья, хочу рассказать вам интересную историю. Валерий Евгеньевич часто приходил на чемпионат России. То есть, он проходил в городе Адлер. Как раз мы там и познакомились. И Валерий Евгеньевич тоже несколько раз со мной участвовал в Блиц-матчах. Играли с ним, с его учениками. Сашей Бирюковым, Володей Шевчуком. Также он приглашал Вазгена Амбарцумова. Тоже сильного мастера московского. И вот, именно благодаря его тренировкам, тоже показам интересных партий, я сейчас говорю с вами. Если бы он со мной не занимался, конечно, мне бы и показывать вам было нечего особо. Так что, Валерий Евгеньевич, конечно, сильно поспособствовал моей шашечной силе, так скажем. И вот, Валерий Евгеньевич приходил на чемпионаты России. То есть, смотрел за игрой сильнейших шашистов. И на одном из туров, тоже недавно почивший Владимир Скрабов, гроссмейстер, показал очень красивую идею, которую ему удалось осуществить в партии. И как раз эта идея впервые была осуществлена на практике Валерием Евгеньевичем Сафроновым. Друзья, я сегодня хочу показать ее вам. И, кстати, такой интересный момент. Наткнулся я на эту идею, я уже ее забыл, честно говоря. То есть, прошло, по-моему, 15 лет с того дня, когда я ее видел. То есть, Владимир Скрабов показал ее как раз в конце тура. Многие шашисты ее видели. Так что, если кто увидит это видео, подтвердите мои слова. То есть, эта идея как раз есть в книге Геннадия Хацкевича «25 уроков шашечной игры». И, друзья, недавно вот тоже узнал о смерти Валерия Евгеньевича. И случайно увидел видео с шашечного канала Иван Лабруска. И вот там как раз показывается вот эта комбинация. Затем уже, так сказать, в статье Сергея Горбачева увидел уже полностью эту партию Сафронов-Серов. Давайте, друзья, рассмотрим ее. Как раз Валерий Евгеньевич тоже очень любил комбинации. Я считаю, что это его самая красивая партия за шашечную карьеру. СД4, ДЦ5. Черные пытаются свести партию к известным началам. Либо отыгрыш, либо городская партия. Но белые препятствуют этому. Играют ЖХ4. То есть, уходят в неизведанные такие начала. Ну, в 70-х годах, конечно, эти начала были еще мало изучены. Черные меняются в Ж5 и бьют на поле С3. Рассчитывая, что белые побьют на Д4. И тогда черные будут окружать центр белых ходом АЖ5. То есть, затем сыграют ЖХ4. СД6 разменяются назад. Позиция напоминает дебют атака шашки Ж5. Но с гораздо большим преимуществом у черных. Поэтому белые не делают такой возможности черных. Они бьют шашкой Д2 на Д6. Черные бьют на С5. И белые играют БЦ3. Здесь черные сыграли СД6. Но обычно здесь играли либо АЖ5, либо АЖ7. С Д6 можно играть. И белые играют СД2. Черные играют АЖ7. Белые играют СБ4. Черные напали. Белые разменялись. Черные играют ЖХ6. Белые играют АБ2. Здесь у черных был неплохой ход АБ6. Ну и затем можно было напасть. Либо после нападения белых разменяться в центр. Но черные сыграли ФЕ7. То есть, черные уповают на свое центральное положение. У них такой план. Занять центр. Белые играют БЦ3. Здесь черные играют БЦ7. И белые играют ЖХ4. Здесь еще была ничья за черных. Можно было разменяться ходом ФЖ5. Но черные пошли СБ6. И здесь белые красиво осуществили красивую комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Как раз вот эту комбинацию и показал на чемпионате России Владимир Скрабов. Поблагодарив Валерия Евгеньевича за то, что как раз вот благодаря этой партии Владимир Скрабов выиграл одного из своих соперников. Белые играют неожиданно АЖ5. И выясняется, что если бить в эту сторону, то белые отдают еще одну шашку и прорываются на преддамочное поле с легкой победой. Если же черные бьют не две шашки, а одну, тогда белые делают тихий ход ЕХ4. Черные тут поняли, что попались на комбинацию. То есть обратите внимание, белые угрожают отдать шашку и выиграть. А ход ЕФ6 невозможен опять же из-за похожей комбинации ФЖ5, затем ФЕ3 и БА5. Ну и происходит примерно то же самое, что мы уже здесь видели. Но у белых здесь только не хватает шашки Ф2. Выигрыш белых также не вызывает здесь сомнений. Рассчитав эти варианты, соперник Валерия Евгеньевича, мастер Серов, отдает шашку. Ну и пытаются как-то сделать ничью ходом ЕФ6. Белые атакуют фланг черных ходом БА5. Надо размениваться. Белые продолжают атаку. Черным надо отходить. Белые здесь играют... Белые продолжают атаку. БА5 нападает. Черным надо отходить. И здесь белые играют ЕД2. Ну, ход АЖ3 вынужден. Черные жертвуют шашку и пытаются как-то прорваться по центру. АЖ3. Здесь белые как раз выигрывают за счет того, что они связывают черных ходом АБ6. И теперь обратите внимание, что черным некуда ходить. Поэтому их комбинация вынуждена. Черные жертвуют шашку. Затем еще одну. И проводят вот такой удар. Но он проигрывает. Белые неожиданно бьют шашкой Б на Д4. Черные бьют в дамки. И белые, обратите внимание, зажимают дамку черных. То есть ей некуда ходить. Как раз о чем я и говорил. В этой позиции сила шашечной дамки равна одной шашке. То есть она очень слабая. У черных остался единственный ход АБ6. И белые легко выигрывают. Пожертвовав шашку. Вот такая очень красивая комбинация была осуществлена ветераном «Московских шашек» Валерием Евгеньевичем Сафроновым. Друзья, я верю, что душа Валерия Евгеньевича попадет в рай. Но все-таки каждая душа и мы с вами тоже будем проходить через мыторство. То есть будут взвешивать наши грехи и наши добрые поступки. И какая чаша перевесит, туда мы и пойдем. Поэтому я предлагаю вам помолиться за упокой души Валерия Евгеньевича, чтобы он попал именно в рай. До свидания, друзья.